Талантливый человек талантлив во всем. Своим примером это высказывание стремится подтверждать Алексей Наговицын. И на аккордеоне сыграть может. Закончил музыкальную школу. И победитель соревнований по бальным танцам, и футбольных турниров, и успехами в учебе похвастаться может. При этом будущую профессию Алексей выбрал серьезную. Уже подал документы для поступления в Рязанское десантное училище. С самого детства была мечта у меня стать защитником, защищать родину. Имею цель поступить в военное училище, стать офицером. А вот Кирилл Цырульников с детства увлечен радиотехникой. Поступать планируют в Самарский национальный исследовательский университет. Самара как-то родной город. Здесь уже все обустроено и какие-то планы построены. Всем этим ребятам успехов пришлось добиваться без поддержки родителей. Для сирот опорой стали попечители, опекуны, бабушки и дедушки. Но и власти их тоже не забыли. Помогали и в школьные годы, и к выпускному подготовиться. Отличники получили денежные сертификаты. Мы с своей стороны будем продолжать вам помогать, делать так, чтобы вы могли с достоинством жить, работать в нашем городе, ощущать себя частичкой той истории, которая связана с нашим замечательным городом Самара и вносить посильный вклад в те позитивные изменения, которые в городе происходят. Мы сейчас уверены, что у России есть великое будущее. И именно в это время у вас есть все для того, чтобы развиваться. В Самаре эффективно реализуют федеральную программу по предоставлению жилья сиротам. В апреле ключи от первых в этом году квартиры уже вручили новоселам. Всего в этом году свой дом появится у 127 детей-сирот. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.